Для любой пары взаимодействия целых чисел a и b существуют такие целые x и y, что a x минус b y равно единице. Но, разумеется, пару чисел проще всего изображать в виде электра. Вопрос. А что мы сможем сказать про числа x и y? Ответ, на самом деле, очень интересный и очень важный вообще для всей математики. Оказывается, есть матрица А, b. Вот сюда надо написать число x, сюда y. И определитель этой матрицы, это как раз и есть вот это определение. Вот это число а x минус b y. Так что вектор, который нам интересен, это вектор с координатами y в x. Здесь будет y, а здесь будет x. И я сейчас докажу замечательный факт. Оказывается, площадь вот этого миллионограмма, это как раз и есть определитель матрицы. Таким образом, вот это вот уравнение, это в точности поиск векторов, для которых параллелограмм имеет площадь 1. Ну, делать это можно, в общем, разным способом. Пожалуй, самый, что сказать, интуитивно понятный состоит в том, чтобы просто посмотреть, посчитать площадь. То есть, у нас есть такой вот большой прямоугольник. Давайте, собственно говоря, прямо это и сделаем. Вот у него сторона такая, это а плюс у, а сторона вертикальная у него это x плюс b. Значит, площадь всего прямоугольника это а плюс у умножить на x плюс b. Замечательно. Но нас интересует площадь параллелограммы, поэтому надо кое-что отрезать. Давайте займемся. x, y пополам вот он. А, b пополам это вот этот треугольник. Вот такая трапеция. Смотрите, здесь отрезок длины b, здесь отрезок x плюс b. Вот здесь b, x плюс b. Значит, полусумма здесь написана. И вот этот отрезок это y, потому что это а, а всего было а плюс у. Так, эту трапецию написали. Теперь разбираемся с этой трапеции. Здесь у нас всего. x плюс b, здесь x, значит здесь b. Здесь y, здесь а плюс y, замечательно. На самом деле можно было быстрее. Если бы я догадался провести диагональ, то работа была бы более-менее в два раза меньше. Потому что тогда надо было бы здесь это разделить на два. Но зато считать треугольник и трапецию. Вот я считал, два треугольника и две трапеции. Можно было меньше. Но не так важно. Как написал, так написал. Теперь давайте. Из этого надо вычесть вот это и все скобки распределить. Поехали. Делить мы делить на два. Что делить на два? xy плюс ab плюс y умножить на 2b плюс x и b, которые умножили на 2y плюс a. Так, открываю структуру. ab плюс b и y плюс a x плюс x и b. Вычитаю из этого. Так, смотрите. xy, ab, 2b и y, xy, 2b и y и ab. Отлично. ab уничтожилось. Второй сразу. Да, конечно, конечно, да. Вот. xy вот с этим. xy плюс xy. Что у меня осталось? Вот здесь вот b и y. А здесь два b и и два b и пополам. То есть, на самом деле, вот отсюда пришло минус два b и к. И а x просто так осталось. а x минус b и к. Ну, как бы была речь. Это, конечно, совершенно варварское доказательство. Потому что оно совершенно не переходит на инмерное пространство. И во время этого доказательства до последнего момента непонятно получится, не получится. Нет ли какого-то объяснения более понятного, а главное, которое можно было бы как-то перенести в многомерный случай. Когда тут матрица разъема 3 на 3 или 4 на 4 и так далее. Есть. Давайте просто рассмотрим всевозможные. Вот дайку матрица. Или другим, не знаю. Всевозможные пары векторов. Да? Напоминаю. Один вектор с координатной а,b, другой вектор с координатной а,b, другой вектор с координатной а,b. И подумаем, что мы можем делать вот с этим паралинограммом, не меняя его площадь. Ну и есть такая вот очень простая операция. Если не менять вектор а,b, можно вот эту вот сторону сдвинуть. Тогда высота паралинограмма не изменится, а значит и площадь не изменится. Ну или другими словами, отрезать вот этот треугольник и сюда, ну так вот параллельно сдвинуть, приставить. Замечательно. Площадь параллельно-грамма при этом точно не меняется. А какой вектор мы при этом получаем? А,b не изменился. А вот здесь вместо y и x появляется новый вектор. y минус а, x минус b. Ну давайте подумаем. Вот если взять такую матрицу, а и b не изменились, здесь y минус а, здесь x минус b. И у нее взять определитель. a умножаем на x минус b, b умножаем на y минус а, и b в разности. Ну разумеется, ничего не изменилось. Значит, мы можем с векторами делать вот такую операцию. Хорошо. Между прочим, ровно таким же образом, наоборот, можно было x и y оставить прежним. А, да, еще можно было, конечно, написать здесь плюс. То есть, можно было в обоих местах написать плюс, можно было в обоих местах написать минус. Ничего бы не изменилось, конечно. И точно так же можно было, наоборот, взять и оставить y, а здесь написать a минус y, b минус x. То есть, ну и, если угодно, а минус 5y, b минус 5x, и так далее. Давайте подумаем, что таким образом мы можем потихонечку сделать с матрицей. Здесь числа а и y. Разделим а на y с остатком. То есть, нужное количество y вычтелись, а отшло уменьшилось. Потом, наоборот, и так далее, и так далее, и так далее. Рано или поздно мы можем добиться, что в одном из этих мест получится ноль. Да, между прочим, если мы поменяем местами две строки, то от этого, как говорят, ориентация протилограммы изменится. То есть, когда вы смотрите на протилограмм от первого вектора ко второму, если вращение против числовой стрелки, то говорят, что положительно ориентирно. Если переставить местами, то знак выражения вот этого изменится. Ну и ориентация протилограммы изменится. Так что все хорошо. Итак, рано или поздно при помощи таких преобразований мы добьемся, что одно из этих чисел станет нулем. Ну, например, y станет нулем. И тогда получим такую матрицу. Здесь будет а, здесь будет ноль, здесь ве, здесь будет д. Такое-то там тоже будет новое, конечно. Да и а тоже будет какое-то новое. Эта картинка абсолютно понятна. Ведь у нас есть вектор с координатами а, б, и вектор с координатами ноль икс. Это вот такой вот такой. Чтобы площадь такого параллелограмма посчитать, в общем, особо много ума не надо. Потому что, просто вот отрезаете треугольник, вставляете сюда, и получаете, что площадь очевидным образом равна икс умножить на а. А тот самый определитель, а икс минус б умножить на ноль, тоже. Так что, все хорошо? Ну, господа, разумеется, теорию определителей вовсе не обязательно рассказывать, только когда элементы матрицы целые числа. Вообще, формула точно верна всегда. Я ее вот таким образом рассказал для целых. А верна-то она совсем всегда. Но, что нам сейчас важно, и что надо запомнить надолго-надолго, потому что в теории решеток это использует много вещей. Все считают, что это все всегда знают. Когда у нас есть фиксированный вверх, как знак АВ, и нас интересуют решения уравнения а икс минус б икс, то на самом деле верна вот такая разница для любого целого числа n. Мы можем икс на несколько б увеличить и ровно на столько же а увеличить а икс. и геометрически это соответствует такой картинке. Вот есть вверх с координатами y икс, мы можем сдвинуть вот эту точку на вектор АВ несколько раз. потому что вот эта штука давайте я запишу вектор с координатами x плюс b икс не, почему это икс y плюс а икс мы же пишем вот так y плюс а икс запятая x плюс b икс получается из вектора с координатами y икс прибавление к нему икс вектор с координатами АВ. Это понятно? И между прочим если вы возьмете здесь минус и минус это будет соответствовать замене знаковых с координатами ну и разумеется там тоже можно сдвинуть на АВ и на 2АВ и на минус АВ и так далее и так далее и так далее значит при известных взаимно простых числах АВ существует бесконечно много таких векторов что площадь этого крилограмма равна единице причем не просто существует бесконечно много а мы знаем как они геометрически устроены надо взять один такой вектор и после этого отразить его симметрично это для минус единицы и дальше откладывать параллель вектор АВ целое число раз этот самый вектор АВ между прочим такая пара векторов АВ и y икс называется базис в решетке и верен замечательный такой факт если вы берете любые два вектора давайте я уже от этих икс и икс избавлюсь и напишу ту теорему которая нам действительно нужна и которая в высшей степени для нас важна вектор АВ и гамма-дерита порождают всю решетку тогда и только тогда прождают всю решетку тогда и только тогда когда альфа-дерита-бета-гамма равно плюс-минус единице для вектора АВ и гамма-дерита соответствующий вектор гамма-дерита существует тогда и только тогда когда наибольший общий делитель альфа-бета-гамма-дерита любят называть соответствующий вектор примитивным если мы берем два взаимопростых числа то этот вектор замечательный тем, что он может встретиться в базис решетки повторяем с вами если есть целые числа альфа-бета-гамма-дерита и вы рисуете соответствующую пару векторов и строите решетку что такое строить решетку все понимают надо просто нарисовать проделограмму и много-много раз его приложить то вы получаете, разумеется, точность целыми координатами если альфа-бета-гамма-дерита все будет целые так вот может случиться что решетка будет слишком разреженная оказывается, что она совпадет с квадратом тогда и только тогда когда выполнено такое замечательное равенство когда определитель матрицы матрица альфа-бета-гамма-дерита определитель обычно обозначает такими вертикальными палочками вот этот самый определитель должен равняться плюс-минус-минус давайте посмотрим собственно говоря знаем мы эту теорему уже или нет ну вообще, если честно, знаем один раз она у нас уже была причем даже с доказательством она состоит из двух частей нижняя часть это в точности то, что мы в последнее время делали про алгоритм эфрита если у нас есть числа альфа-бета то такие существуют для взаимно простых и не существуют для взаимно простых это понятно а для этого мы делали так бинарно мы рассматривали соответствующие решетки из полиглограмм ну она как-то будет выглядеть да и говорили что если мы покрыли всю гносткость такой вот решетки из полиглограмм то обязательно площадь должна была огняться единицы напоминаю у каждого полиглограмма мы брали какой-нибудь конкретный угол ну например левый нижний угол да и говорили что от каждой целой точки такой полиглограмм должен быть нарисован и после этого брали большой квадрат там размером n на n в каждой точке нарисован такой полиглограмм и смотрели площадь квадрата n квадрат а вот такая штука да но сейчас я хочу сказать это без всяких площадей а чистого неправительства вот потому что это и веские то есть геометр это совсем понятно да лограмм должен быть на высшей площади вот но давайте посмотрим как это объяснять нам проечество ну очень просто вот представьте себе что у нас есть всевозможные векторы вида x умножить на в это плюс y умножить на гамма x и и вот при помощи таких векторов мы сумели представить любую точку с целыми координатами замечательно но понятно что в таком случае вектор 0 1 мы сумеем получить замечательно что это значит это значит что мы выполним такое уравнение x альфа плюс y гамма равняется 0 x бета плюс y дельта равняется единицей вот такая система имеет решение в целых числах x и y очень хорошо очень хорошо хорошо что бы это что бы это могло означать наверное имеет смысл умножить верхнее равнение на дельта нижнее на гамма и вычесть тогда здесь будет гамма а здесь будет так x умножить на бета гамма минус дельта альфа кстати вот это число для краткости давайте обозначим какую-нибудь букву треугольничек обозначим значит гамма должно на этот самый треугольничек делиться хорошо теперь давайте сделаем наоборот давайте вот эту строчку умножим на альфа вот эту строчку умножим на бета и опять что получится y умножить на дельта альфа минус бета гамма равняется а здесь с другим знаком но опять получилось то же самое определительное значит альфа тоже делиться на все полегче мероприятия я сейчас заменю 0 и 1 на 1 0 напишу абсолютно такую же систему понимаете что я это получу что не гамма и альфа а бета и дельта делятся на этот самый альфа честное слово это просто поменяются ну здесь у меня 0 будет 1 0 и соответственно не первые координаты не абсцессы а наоборот ли координат получится и вот сейчас все замечательно легко получится посмотрите дельта обязана быть плюс-минус единицей потому что дельта у нас это альфа дельта минус бета гамма и вот делится на квадрат еще раз определитель делится на квадрат определителя не бывает таких чисел кроме единицы и минус единицы ну вы конечно можете еще возразить а вдруг это 0 тогда у нас здесь было бы совсем плохо потому что тогда получилось что все числа это ну если два вектора порождают всю решетку то определитель обязан равняться плюс-минус единице разумеется с площадями интуитивно намного понятнее это я просто хотел показать как при желании можно писать все эти определители и рассуждать хорошо теперь наоборот ну наоборот на самом деле даже еще представьте себе что определитель равен плюс-минус единице почему в таком случае эти векторы порождают всю решетку да потому что когда мы там рассуждали то в качестве решения системы у нас появлялись числа деленные на вот этот самый определитель просто надо написать как я делал что вектор с карбинерами 0 и 1 выражены через вот эти получаются x и y если дельта плюс-минус 1 то получаются целые числа значит все хорошо ну вот вот мне кажется становится потихонечку понятнее что же такое базисы в обычной плоской решетке